Кто ответит за завалы? Представители городской администрации провели инспекцию контейнерных площадок. Основная задача – оценить качество работы управляющих компаний и регоператора. В частности, проверят, вывозят ли крупногабаритный мусор. Содержать контейнерные площадки, а также их организовывать, обязаны управляющие компании. Независимо от того, на какой земле они находятся. Об этом нам говорит 290-е постановление, которое устанавливает минимальный перечень работ. Услуг, которые должна оказывать управляющая компания. Вывозить крупногабаритный мусор обязаны раз в неделю. Туда же к ТКО теперь относятся и строительные отходы. Например, на улице Калинина у дома 52 завалы немаленькие. Явно лежат больше недели. По словам специалистов, здесь как раз тот случай, когда две управляшки не могут договориться с регоператором. Управляющие компании должны работать с регоператором и заставлять его, в соответствии с заключенными договорами, эти навалы ликвидировать. И причем независимо от того, имеется ли там отсек для сбора или нет, поскольку жители средства на эти работы регоператор собрал. И это включено в тариф. По итогам рейда все материалы направят в Роспотребнадзор. По словам инспекторов, чтобы решить любые проблемы с мусором, жителям важно написать заявление в управление ЖКХ мэрии. На основании письменного заявления мы организовываем выезд, соответственно специалист выезжает. Если установлен факт загрязнения контейнерной площадки, имеется мусор, мы можем составить акт, составить материалы. Эти материалы мы направляем в Роспотребнадзор для принятия мер. Если ситуация не изменилась и житель обращается повторно, в рамках муниципального контроля проводится проверка. Управляющие компании выдают предписание. А если и предписание не исполнят, вопрос решается в судебном порядке.